Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Тем, кто нам помогает. Более 11 тысяч человек профессионально занимаются оказанием социальной помощи населению в Новосибирской области. На торжественном собрании, прошедшем в преддверии Дня социального работника, чествовали лучших. Чтобы помнили и чтили. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения основателя Сибирского отделения Академии медицинских наук Лаиля Петровича Казначеева. В преддверии юбилея открыли его персональный музей. Все куклы в гости к нам. В Новосибирске прошло открытие фестиваля кукольных театров «Перекресток». Свои спектакли покажут 17 театров, среди них 4 зарубежных. А теперь подробнее об этих и других темах. Праздник людей, которые первыми принимают на себя людские проблемы и в меру своих возможностей помогают их решать. Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника. Торжество по случаю профессионального праздника работников социальной сферы состоялось и в Новосибирске. В социальной сфере Новосибирской области трудятся более 11 тысяч человек. Специалисты, медицинские, социальные работники, руководители учреждений и сотрудники, которые занимаются выплатами населению и многие другие. Свою задачу или предназначение эти соцработники видят примерно так. Главное, чтобы наши люди жили в достатке, в добре. Мы стараемся это обеспечить. Со сцены на торжественном собрании звучало много хороших слов и благодарность в адрес всех причастных к социальной сфере. Отмечалось, что соцподдержка становится все более востребованной обществом. Сегодня, дорогие коллеги, в современном обществе велик запрос на социальную справедливость, на сострадание, как никогда. И надо сказать, что современное общество предъявляет новые требования ко всем сферам деятельности, к образованию, здравоохранению. И, конечно, в приоритетном порядке оно предъявляет совершенно новые требования к социальной сфере. Русская православная церковь, которая обычно выступает в роли целительницы душ человеческих, нашла много общего в своей работе сугубо светской социальной сферой нашего региона. Мы с вами много сотрудничаем. Русская православная церковь также имеет множество различных социальных проектов. И важно, что в этом деле чувствуется ваша помощь, ваша поддержка, ибо все мы вместе действительно можем помочь простому человеку. И самое главное, что у нас это хорошо получается. Глава профильного областного министерства поблагодарила за хорошую работу всех своих коллег по социальному цеху, с которыми она проработала много лет, и тех, кто решил помогать людям совсем недавно. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы не теряете оптимизма. Спасибо за профессионализм. А пожелать я хотела бы одного. Я хотела бы пожелать, чтобы мы с вами не теряли веры. Не теряли веры в добро, в людей, в наше светлое будущее. Не теряли веры в себя, в свою семью. Не теряли веры в то, что люди, которые получают нашу помощь, они говорят нам спасибо. И что эта помощь очень-очень нужна. Елена Викторовна отметила, что если эту веру не терять, то все будет получаться и дальше. Люди будут получать социальную поддержку, так необходимую в наши дни. В Новосибирской области работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в самом разгаре. Однако планы придется немного скорректировать из-за изменений, внесенных в жилищный кодекс. Хорошо это или плохо, сейчас расскажем. В 2024 году по программе капитального ремонта в Новосибирской области должны сделать 362 многоквартирных дома, на которых будет выполнено 640 видов работ. Это средний показатель по объемам капремонта. Таким он, возможно, и останется. Но вот очередность домов в графике на эти работы может поменяться. С 1 сентября вступает изменение в жилищный кодекс, который позволяет нам провести технический мониторинг всех домов, которые включены в программу капитального ремонта. И с 1 сентября мы такую программу запускаем. То есть все дома, которые у нас стоят на 2025 год, в первую очередь будет проведена техническая экспертиза, которая покажет, какие виды работ нужно выполнять в первую очередь, чтобы нам скорректировать 2025 год именно в тех объемах финансирования, которые поступают у нас от жителей. То есть вполне возможно, что техническая экспертиза выявит жилые строения, работы на которых необходимо выполнить более экстренно, чем на других, и тогда очередность изменится. Впрочем, собственники жилья и сами могут влиять не только на объем работ, но и на сроки начала проведения капитального ремонта. К примеру, ваш дом в графике стоит на 2030 год, но уверенностью, что строение до этой даты доживет и не развалится у вас нет. То есть жители могут сами провести техническую экспертизу, здесь с законом это предусмотрено, предоставить пакет документов министерства и на комиссии, которая при министерстве действует. И сейчас этот вопрос будет уже рассматриваться, то есть как из движка вправо, так и из движка влево. Возникают и другие причины, по которым капремонт может отодвинуться во времени. Здесь вот в этом квартале деревянные перекрытия квартирных домов. Здесь особенность, что если деревянное перекрытие в лаком состоянии, то их сначала через муниципальную программу город Новосибирск восстанавливает перекрытие межэтажное, ну между чердаком и верхним этажом. Тогда уже заходит капитальный ремонт и делает саму. Крыши на домах в этом квартале уже сделали. Заканчивает и с фасадами. Жильцы довольны, говорят, ремонтируют качественно. Вот только хочется, как всегда, чего-то большего, а именно комфорта проживания. К примеру, в 31-м доме по улице Ботаническая люди мечтают о новой лестнице. И не только. Как дом построили, так лестница стоит, наверное. И деревянная, да, она как бы вся страшновато. Хоть я на первом этаже живу, но переживаю за второй этаж, даже своих жильцов, соседей. Еще, знаете, лестницы. Лестницы, да, и в подвал. Подвал бы. Как бы у нас нет в этом доме подвала. То есть сбоку обычно выход должен быть. А у нас нет в этом доме подвала. Поэтому желательно бы, да, подвал бы сделать. Как бы поэтому лестницы не будет преть. И в доме запаха не будет от этого сырости. Потому что он же должен просохнуть, по идее. Ну а так дом, в принципе, нормальный. Кто именно должен заниматься этими работами, жители не знают. Но надеются, что теперь в таком красивом доме власти города просто обязаны все довести до логического завершения. Поменять лестницу и все-таки высушить подвал. Академика Влаиля Петровича Казначеева, почетного гражданина Новосибирска, мы должны помнить хотя бы потому, что именно благодаря ему у нас появилось Сибирское отделение медицинской академии и вместе с ним микрорайон Нижняя Ельцовка. Но вообще-то он ученый с мировым именем, выдающийся организатор науки. В этом году мы будем отмечать его столетний юбилей. В институте, который он основал, открылся его персональный музей. Огромное здание Института экспериментальной клинической медицины, ныне Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, который находится в Нижней Ельцовке, известно большинству новосибирцев. А сам институт известен далеко за пределами Новосибирска. Имя его основателя, академика Влаиля Петровича Казначеева, сейчас знают преимущественно в научных кругах. Хотя это очень крупный ученый, основатель целых направлений в науке. Человек, очень много сделавший для людей. На открытии его персонального музея присутствующие ученые сопоставляли его вклад в науку с достижениями самых выдающихся корифей. Стараемся делать акцент на тех особенностей его натуры, которые делает его по-настоящему человеком земли. Делают его, ставят его в один ряд с такими креплениями отечественной науки, как Германский. Музей расположен в здании института и занимает пока что небольшую комнату. На стендах весь жизненный путь академика Казначеева. От школьных фотографий до портретов увенчанного наградами ученого. Много фотографий посвящено его профессиональной деятельности. 25 лет занял путь, пройденный им от первокурсника директора медицинского института. И потом годы научных исследований на посту основанного им научного учреждения. На открытии музея присутствовали его ученики, ставшие известными учеными и врачами. И говорили теплые слова, вспоминая своего учителя. Это герой духа. Это лучший ректор медицинского университета. Это ученый высшей марки мирового масштаба. Это человек, который всегда способен был на сильные отношения, увлекал за собой. Открытие музея – это только начало целого ряда мероприятий, посвященный 100-летнему юбилею ученого, говорит один из организаторов и также ученик Казначеева. Сегодня мы открыли тот музей, который, ну скажем, дает первое представление о нем, как о великом человеке. Это первое. И второе – обозначает старт научной ассамблеи Академика Казначеева, посвященной его 100-летнему юбилею. Сам юбилей будет отмечаться 17 июля, в день 100-летней годовщины Ивлаили Петровича. Международная научная конференция, посвященная Казначееву, пройдет осенью. Пора дать дань уважения этому выдающемуся ученому и нашему земляку. Третий международный фестиваль театров «Кукол Перекресток» начал свою работу. На протяжении пяти дней юные горожане смогут увидеть спектакли 17 кукольных театров, среди которых 4 зарубежных. Подробнее об открытии фестиваля и его программе расскажет Елена Юрченко. 10 июня в 10 часов утра театрализованная площадь Новосибирского кукольного театра заполнилась куклами, артистами, музыкантами и зрителями. Здесь началось представление всем на удивление. Театрализованная программа, как обычно, стала ярким праздником открытия третьего международного фестиваля кукольных театров «Перекресток». Шесть лет назад мы с вами впервые встретились на этой же площади, когда давали путевку в жизнь первому фестивалю. И вот точно счастье есть. Мы снова вместе, теперь уже на третьем фестивале. Я хочу, чтобы реализовались все ваши задумки и планы, даже самые фантастические. И поэтому третий международный фестиваль театров кукол «Перекресток» объявляем открытым! В ходе фестиваля будет показано 29 спектаклей, которые увидят 4,5 тысячи зрителей. Здесь будут постановки сказок современных авторов, например, «Кот и Мурлик», Омского театра «Орликин» и «Русские народные сказки». Липецкий государственный театр кукол в следующем сезоне отметит свое 60-летие. В этом году мы 13 мая закончили свой первый международный фестиваль «Липовый цвет». И сразу же приехали в ваш прекрасный Новосибирск на фестиваль «Перекресток». Мы привезли спектакль «Мальчик с пальчик». Он немножко в интересной форме сделан, чтобы не пугать зрителей, потому что классическое, мы знаем, его восприятие несколько своеобразное. У нас спектакль о любви, о семье. В этот раз юные зрители откроют для себя творчество кукольников из Китая, Узбекистана, Казахстана и Ирана. Члены жюри, которого будут оценивать спектакли, тоже международные. Среди них есть преподаватель актерского мастерства и режиссуры из Ирана. У нас есть пословица, говорят, что когда есть хороший год, это изначально весна показывает, а открытие показывает, что у нас будет хороший, прекрасный фестиваль. О том, что фестиваль «Перекресток», несмотря на свой юный возраст, стал культурным событием страны, подтверждает и российский историк, и теоретик театра, педагог и сценарист Борис Павлович Голдовский. Я вижу, как растет фестиваль, как он меняется, тем более, что уже есть опыт проведения фестивалей. Разумеется, не каждый город может себе позволить и сможет вообще организовать такие фестивали. В этом году создано детское жюри, к мнению которого будут прислушиваться профессионалы. И, как знать, возможно, их мнение будет решающим. Ведь дети смотрят сердцем и душой. А это главный критерий, потому что детей не обманешь, они всегда искренни. И на этом все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok